добрый день мои друзья подписчики канала мои слушатели этот год подходит концу вот мы уже отпразднули рождество скоро новый год и я хотел бы поделиться с вами несколькими наблюдениями об ушедшем годе и возможно несколькими прогнозами на год 2020 внимательно следя за событиями я бы отметил те из них которые как мне кажется являются не не просто важными а формируют наше ближайшее будущее из них я выделю несколько вещей связанных с политикой вне пределов нашей страны а также скажу о чем то что меня волнует здесь в украине вокруг украины начну с нескольких главных метафор в середине апреля а именно 15 числа как символ года это пожар собора нотр-дам все видели эти кадры для некоторых это был символ для некоторых это событие которое вызывало чувство тревоги и мне кажется что если говорить о западной культуре о том что мы называем современной цивилизацией это очень важный символ в этом году вышло очень много книг которые озаглавлены прямо как крах современной политической системы крах миропорядка как конец западной гегемонии вот несколько книг которые хотел бы вам предложить и которые поразили и повлияли на меня в этом году одна из них крах мировой системы эта книга экономиста мыслителя макс отте который написал в 2006 году книгу под названием крах идет в этой книге он мировой экономический кризис 2008 года книга стала бестселлером книга получила большую прессу и вот спустя 13 лет он пишет новую книгу которая уже вы выше выйдя в этом году выдержала ряд переизданий анонсируются четыре издания в году 2020 здесь на 800 страницах он показывает что происходит с мировой системой какие главные линии распада и какие возможные стратегии существования мира в ближайшие годы еще одна из книг которые я хотел бы вам предложить которые на меня повлияли это книга райнера маусфельда почему молчат ягнята выступая перед группами занимаясь со своими слушателями я говорил об этой книге автор когнитивист он занимается вопросами связанными с восприятием способами мышления но тем интереснее его рассуждение о политике под заголовок книги как демократические элиты и неолиберализм разрушает основания нашей жизни здесь он говорит о опасных тенденциях манипуляции общественным мнением на западе созданием ложной картины действительности падением доверия к западным сми как их называют солидные сми или мейстримные сми и попытается пытается говорить о том какие могут быть возможные выходы из этого кризиса кризиса доверия кризиса демократии он прямо говорит об иллюзии демократии на западе и совсем недавно вышла его вторая книжечка небольшая которая называется страх и власть ангст махт где он рассматривает воздействие психологическое на людей через сми через цинтенки через круги интеллектуалов естественно через социальные средства массовой информации он показывает как с помощью создания страхов или продуцирования страхов современный капитализм современный либеральный мир пытается управлять мнениями то что он часто употребляет такие словосочетания как менеджмент мнений создание мнений и создание эмоций продуцирование эмоций вот эти две книги маусфальда я бы очень рекомендовал для тех кто хочет понять что же сейчас происходит современным миром и связи с психозами со страхами которые искусственным образом создаются я бы рекомендовал еще одну книгу она вышла совсем недавно это известный британский неоконсерватор дуглас мюррей сразу вышла книга и по-английски и в немецком переводе у меня немецкоязычный вариант она называется безумие масс безумие нас под заголовок красноречивый от как создаются мнение или способ создания мнений и истерия нашего общества как истерия нашего общества и создание массовых мнений отравляет нас это известный автор я думаю что те кто следит за его лекциями дискуссиями у него был очень интересные дебаты с джорданом питерсоном вот как раз его предыдущая книга которая стала настоящим бестселлером она называется странная смерть европы дуглас мюррей здесь очень много важных цифр ссылок он здесь говорит о мигрантских волнах и о том что какие изменения не вызывают европе и наконец из первой такой порции моих рекомендаций эта книга юргена тоденхёфера называется большое лицемерие или великое лицемерие это также бестселлер по версии шпигель известный политик известный журналист немецкий кстати он является членом партии консервативной правящей партии здесь под заголовок звучит так как политики и сми медиа придают наши ценности как политики и сми придают наши ценности здесь очень много уделяет внимание тому как мейстримные сми как солидные сми британские первую очередь американские немецкие конечно же среди немецких он называет три главных газеты франкфт альгимайна цайт унди цайт зю дойче цайт унг которые предлагают только единственный взгляд на вещи единственную перспективу манипулируя фактами вырезая или проводя селекцию фактов они пытаются создать однобокую картину и вот я бы сказал что этот год важен тем что появляются подобные исследования подобный анализ он показывает что с мировым порядком не все нормально что мировой порядок разрушается и я бы здесь связи с этим вспомнил еще одно событие важное которое мы обсуждали в течение года особенно осенью это речь президента франции макрона перед французскими дипломатами он там говорит о трех важных вещах первое о том что мы с вами переживаем упадок западной гегемонии наше поколение это свидетель свидетели упадка западной гегемонии что поднимаются новые силы в мире в первую очередь он называет три большие страны это китай индия и россия очень много уделяет внимание налаживанию связи между франции и россии и с и россии и говорит о том что франция в этом изменяющемся миропорядке не отказываясь от союзнических обязательств по отношению к соединенным штатам зная о том что их союзники на западе должна играть новую роль роль посредника роль баланса сил и связи с этим он говорит о том что франция должна присутствовать во всех важных конфликтных ситуациях ситуациях диалога и говорит даже о политике риска о том что мы готовы рисковать естественно что риски связаны с определенными ошибками и в каком-то смысле мы должны предполагать вписывать или предполагать наши ошибки при такой политике риска поскольку мир который мы сейчас видим меняется очень быстро и мы должны быстро на это реагировать но конечно же и не просто опрометчиво продуманно и так вот это первый момент мне кажется что 2019 год войдет в историю как год большей ясности этот год который внес в ясность в то что старого миропорядка в котором правил запад в котором запад играл ключевую роль которой запад был гегемоном этот мир уходит в прошлое какой мир приходит мы еще не знаем умрили все старые измы в первой половине двадцатого века ушел в небытие изм связанный с фашизмом и национал социализмом в девяносто первом году ушел в небытие коммунизм или социализм в том значении которую он имел на протяжении последних десятилетий особенно в 60-х 70-х годах когда боролись два великих больших блока идеологических и военных и вот наконец уходит в небытие еще один изм четвертый это либерализм или неолиберализм почему это происходит сейчас я не буду говорить это слишком детальный фактологический разговор но связи с этим нужно сказать что мы вступаем впервые в 21 век как вы знаете 20 век начинается не с 1901 года он начинается в 2014-2018 годах с первой мировой войной с договором после первой мировой войны мирным и вот мне кажется что событие вхождение в 21 век оно начинается с ряда событий это и 11 сентября 2001 года и введение войск в Ирак в 2003 году это кризис в Сирии 2011-2019 когда казалось что это будет региональный кризис он стал глобальным кризисом и повлек за собой политический и социальный кризис в самой Европе в странах ЕС и наконец события связанные с Украиной в 2014 год по 2019 год это все цепочка событий которые не сразу вводят нас в 21 век а постепенно и вот в этом новом пространстве когда возникает совершенно новая ситуация мы ее не можем назвать еще не можем назвать какой-то изм когда у нас нет идеологии или политической системы которая объясняла бы нам что происходит вот в этой ситуации очень важно учиться понимать учиться думать учиться воспринимать все сложнее с разных сторон учиться мыслить критически анализировать вести дискуссии должным образом оценивать ситуацию и здесь мне кажется философии уготована важная центральная роль в ближайших десятилетиях а теперь если мы перейдем от мирового порядка я бы хотел еще сказать об изменениях в политике и в информационной сфере в первую очередь нужно сказать о том что мы переживаем кризис так называемых центристских солидных партий в Европе в Украине в связи с новыми выборами в парламент и выбором нового президента мы видим что скорее всего в Украине никогда партий уже всерьез и не будет Украина продемонстрировала за эти три десятилетия отсутствие традиций партийной и партийного строительства борьбы идей борьбы разных позиций и в этом контексте когда я говорю о политике и сейчас вот скажу несколько слов в Украине я могу сказать что современная политика смещается от партий и партийных лозунгов к чему-то другому к чему мы еще не знаем но чего бы я не хотел нам в ближайшем будущем это то чтобы политику создавала улица чтобы на политиков давили различные группы чтобы политика создавалась под крики различных групп которые собираются перед зданием администрации президента перед зданием Верховной Рады Украинского Парламента собираются перед зданием Национального Банка и другими зданиями потому что в современном сложном мире улица не может подсказать правильных решений улица может давать эмоции может давить эмоционально на власть но сегодня когда нужно взвешивать свои решения мне кажется это тупиковый вариант развития и в связи с этим я бы сказал еще об информационной политике если мы сегодня не верим солидным СМИ если мы видим а я указал на книги очень серьезные фатологически подтвержденные книги если мы видим что западная солидная пресса последние годы не хочет давать объективную картину возникает вопрос кому же верить на какие данные мы можем опираться значит ли это что нам не нужно читать больше солидных журналов и газет конечно нет мы должны критически их читать но с другой стороны возникает еще одно движение попытка сузить влияние социальных сетей казалось бы логично что потеря интереса к солидным СМИ должен усиливать влияние социальных СМИ то что мы называем лидерами мнений понятие придуманное Лазарсфельдом еще в 60-х годах 20 века но опасность социальных сетей большая вероятность манипуляций ложных фактов прямых манипуляций приводит к тому что возникает контрдвижение которое скорее всего приведет к отчасти ограничению социальных сетей отчасти их полной нейтрализации в плане обмена идеями политическими культурными и прочими и в результате мы попадем в сложную ситуацию когда ни СМИ ни социальные сети не будут больше для нас главным источником тогда снова возникает вопрос что же еще где мы будем брать информацию на основании чего мы будем выстраивать свое мнение ну и наконец я еще хотел бы сказать о нескольких важных вопросах которые меня волнуют это вопросы связанные с будущем моей страны с будущем Украины и пока я вижу что Украина за последние годы не смогла занять то место которое ей подобает которое она должна занимать мне кажется это место посредника между цивилизациями посредника между культурами используя преимущества нашей ситуации в Европе географическая экономическая мы могли бы достичь очень многого учитывая достаточную образованность граждан достаточную работоспособность граждан и то что показали последние годы вот здесь очень трудно сказать сколько лет в одном из документов которые я недавно опубликовал это документы официальные американские документы о помощи Украине говорится о двадцати годах стагнации и авторитарного регресса о двадцати годах стагнации и авторитарного регресса правда очень удивительная цифра если вычесть двадцать лет получается что они считают с 1999 года трудно считать что девяносто второй девяносто восьмой года это годы прогресса или развития то тоже меня удивляет словосочетание регресс авторитарный тогда стоит спросить авторов документа о чем идет речь можно ли считать правительство например Ющенко или Порошенко авторитарными режимами если использовав словосочетание этих документов это так но во всяком случае мы видим что мы это страна которая растеряла ряд шансов в девяносто втором году в девяносто третьем в две тысячи третьем в две тысячи четвертом году в тринадцатом четырнадцатом году и у меня есть опасения что мы теряем шансы и сейчас выборы президента и выборы в парламент украинский в этом году показали меру расколостости украинского общества отсутствие государственного видения отсутствие понимания того что расшатывание той системы которая существует еще одно расшатывание или движение по скажем в виде маятника это чрезвычайно опасно поскольку мне кажется у нас уже нет ресурсов прочности мы потеряли реально свою независимость мы реально зависимы от экономической помощи от политической помощи других стран в принципе в украине не принимаются главные стратегические решения по развитию страны а это в свою очередь значит при раскачивании ситуации при отсутствии хотя бы определенной меры консолидации общества что мы заводим себя в очень сложное положение в очень сложную ситуацию и если мы и дальше будем играть в эти азартные игры в очень рискованные игры мне кажется титул страны неудачника главного неудачника Европы за последние четверть века мне кажется что Украина это главный европейский неудачник новейшей истории мне кажется что этот титул закрепиться с нами очень и очень надолго что сделать для того чтобы быть мудрее что сделать для того чтобы найти какие-то главные идеи консолидирующие наше общество как выстроить стратегию развития как дать нашим гражданам понимание того что сейчас ни улица ни громкие лозунги ни мелкие идеи растут раздуты до вселенских могут нам помочь изменить в лучшую сторону нашу систему а совершенно другие идеи как это сделать мне кажется над этим мы будем думать в следующем году в следующих годах здесь я не совсем пессимист но мне кажется что политика должна быть более смелой политика должна быть в этом смысле более рискованной но это риск не эмоциональный риск не уличных движений скажем не уличных протестов а риск в плане ставки на критичность на открытость на готовность выслушать другую сторону на понимание того что мы все граждане одной страны и что в конце концов у нас больше не остается ресурсов играть в эти политические азартные игры мне очень хотелось бы чтобы и политики и активисты и интеллектуалы хорошенько это осознавали потому что когда я с ними говорю когда я участвую в тех или иных разговорах диалогах мне кажется они этого не совсем понимают но так или иначе вступая в новый год подводя итоги этого года я хотел бы все таки завершить надеждой даже те события которые мы пережили в этом году показывают что очень трудно скрыть правду очень сложно манипулировать незаметно и в конце концов очень рискованно играть в азартные игры поэтому я в этом смысле считаю что у нас достаточное основание для оптимизма и мне кажется что мы должны идти в ту сторону которая может быть названа сторону зрелой политики мудрой политики ставка на зрелость граждан на их вовлеченность в политику не на улице а в дискуссионных клубах в обсуждениях на телевизионных каналах в СМИ в различных клубах это книгоиздание это повышение образовательного уровня это увеличение сети образовательных площадок вот за этим мне кажется наше будущее я в завершении хочу поздравить вас мои слушатели подписчики мои читатели с праздником светлым Рождества с наступающим Новым Годом и пожелать вам мудрости терпения и желания менять нашу сторону этот мир в лучшую сторону и о о о в в и в Продолжение следует...